Ну что же, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья, с вами товарищ Санёк, и в этом обучающем видеоролике я объясню, как перестановить Windows на злополучном новом биосе от HP. На самом деле не от HP, но я конкретно столкнулся в первый раз на HP с этой проблемой, и, наверное, многие с этим столкнулись, поскольку я лично не нашёл никакой информации нормальной, чтобы сделать это, поэтому пришлось самому всё ковырять. Ну ладно, так вот, для начала включим компьютер и посмотрим, в чём же проблема. Угадайте, в чём. И мы попадаем в чёрный экран. Хм, интересно, для нового компьютера это очень странно, не правда ли? Учитывая даже то, что мой древний компьютер, шестого года загружается буквально секунд за десять. Хотя, на самом деле, XP стоит, но не суть. Всё ещё чёрный экран. Очень интересно. И мы видим HP, подготовка автоматического восстановления. Сразу понятно то, что что? То, что тут установлен Windows 8. Замечательная операционная система. Никому не рекомендую. Ну, в общем, и вот этот загрузочный экран у нас будет длиться до бесконечности. Ну, сейчас он, естественно, пропадёт. Дальше будет диагностика системы, и, в общем-то, на этом загрузка Windows оканчивается. И не начинается, соответственно, диагностика компьютера, и на этом, собственно, всё. Ну, да ладно, не будем наблюдать на бедный компьютер HP. И сразу же посмотрим, что же нам необходимо сделать. Для начала включим компьютер снова, и зайдём в кнопочку Escape, нажмём. Так вот, и нам компьютер сразу предлагает, что у нас тут есть. Соответственно, System Information, System Diagnostics, Boot Device Options, BIOS Setup и System Recovery. Для начала зайдём, естественно, в BIOS. Это F10. Тут бесполезный, бла-бла-бла. Нам нужен System Configuration Boot Option. Вот. Соответственно, у нас дефолтные настройки. Hotkey Delay 0. Ну, это вообще неважно, Hotkey Delay, бла-бла-бла. Что нам нужно сделать? Для начала нам нужно Legalacy Support включить. И в Legalacy Support мы видим то, что ноутбучный boot, то есть Legalacy Boot Order, в смысле, это самый бесполезный хиротень, стоит в приоритете. То есть, UEFI Boot Order, это не котируется вообще, по сути, в этом ноутбуке. Не знаю почему, но естественно, я говорю, не правильные терминологии, но хрен-то честник. Что нам нужно сделать? Допустим, у меня есть готовая флешка, уже вставленная в ноутбук, с семёркой. Что нужно сделать? Нам нужно переместить два вот этих девайса, кнопочкой F6 вверх. А, там ничего не видно. Отлично. Ну, в общем-то, как-то так. И, в общем-то, это всё. Нажимаем F10, то есть, выйти сохранить. Нажимаем ОК. Дальше нажимаем Escape, зажимаем. У нас прогружается вот это вот загрузочное волшебное меню, и мы заходим в F9, то есть, в Boot Device Options. Здесь мы видим уже необходимое нам меню, как раз вот OS Boot Manager, это бесполезный лабудень, Boot From UEFI файл, тоже бесполезный лабудень, USB Hard Drive, вот это моя флешка, и ноутбук, драйв, соответственно, жёсткий диск ноутбука. Нам нужно просто загрузиться с флешки. Вот и всё. Дальше, наверное, нет смысла писать видео, потому что, как переустановить Windows, вы найдёте уже на других форумах. Я конкретно показал, как лечить вот эту проблему. Дальше у нас уйдёт уже загрузка Windows, но, в общем-то, на этом всё. Спасибо, что посмотрели. С вами был товарищ Санёк. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok